Мужской понедельник продолжается 12.06 в нашем городе Николай Голиков и Владимир Сметанин да ну и мужская тема у нас сегодня или мужские темы у нас мужские темы да сейчас будем обсуждать дела развития транспорта воздушного наземного в нашем регионе у нас в студии мы рады его приветствовать михаил поршнев министр транспорта кировской области михаил николаевич добрый день добрый день добрый день сразу же в лоб хочу спросить как сегодняшнее состояние дорог оценивать по городу успели поездить посмотреть снегопад серьезную технику видел а где ленина октябрьский проспект то есть на больших улицах как обычно да мы их магистральные да улицы все-таки региональной сеть еще не выезжал ну все ситуации вроде под контролем никаких черченых ситуаций мы мы последние месяцы последние недели все слышим претензии городских властей да к нашим дорогам в кирове непосредственно что у нас в районах то происходит тоже претензии есть подрядчикам у нас два лота отыграно на миллиард по содержанию двумя лотами то есть разделили область на юг и север и от автодоры там и там победителями является контракт заключен пока таких серьезных нареканий нет то есть техника в полном объеме закуплено людей хватает технику даже удалось обновить за счет лизинга ага да то есть пока пока в рабочем режиме пока без черченых ситуаций а в чем если претензии есть то они в чем заключаются там несовременное реагирование ну дорога должна быть нормативным состоянием должна песок соляной смесью быть обработан снег должен быть убран вывезен чтобы избежать дорожных происшествий то есть наледь гололед количество снега и съезды обочины как известно глава администрации кирова илья хулигин недавно заявила о том что это последняя зима когда мы пользуемся смесью песка и соли а в области что есть требования что накатом можно использовать дороги я кстати не знаю как это в городе этого избежать а вот региональную сеть мы собираемся дороги содержать накатом что дешевле в принципе ну дорога она в более состоянии таком зимой находится более приглядно да и менее травматичная для покрытия а вот с городом я к сожалению не знаю как это можно себе позволить потому что как избавляться именно от леда или когда переходить то есть вот по нормативам там определенной интенсивности можно дорогу содержать накатом в городе там уличная сеть где-то выше транспортная нагрузка где-то меньше и там где в одном месте насыпать песок соляной смеси другими насыпать то будет переход вот это и будет налить накапливаться то есть где-то будет до асфальта где-то будет накатом то есть я вот по городу бы я бы как бы задумался бы накат накат то есть это постепенное уплотнение 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 собственно снега сейчас мы используем уже в регионе пока не используем его должны ввести нормативы в этом году на уровне федерации должно принято решение так насколько я помню это в северных странах это и практикуется в финляндии да опыт и есть опыт есть такой подтверденный вполне под другой вопрос сколько это таять это будет когда этот уплотненный снег довольно довольно продолжительное время все-таки будут оставаться на дороге да ну хорошо давайте поговорим о воздушном сообщении нашего региона у нас опрос есть соответствующий у нас есть такой опрос и кстати вот честно говоря впервые наверное за последний год удивился вот результатом это вопрос потому что обычно предсказуемый вопрос у нас всегда очень простые вот в данном случае да вот самолетом искировать другие города четыре варианта ответа я летаю часто я летаю редко или там летал раньше сейчас не по карману да вот такой вариант ну или не летал ни разу да вот давай я ни разу нет я не объявляй пока вот как бы ты подумал да вот какой был бы ответ да вот на вот большинство так бы ответила из четырех вот не глядя туда не глядя туда летаю редко я бы летаю редко да да летаю но редко вот я пожалуй тоже бы да потому что все таки ну самолет такой вид транспорта летаю редко вот сейчас объявляю вот в контакте посмотри в контакте понравилось господи лидирует Больше 200 человек проголосовало И 64% Не летал ни разу Честно говоря, удивился Я человек возрастной Я имел травмирующую ситуацию Летал на военном самолете последний раз После этого не хочу ни на каком летать Потому что это был кошмар страшный Молодые люди, мобильные люди Которые как раз жалуются Мы хотим, чтобы Москва была близко Николай, на военном, на вражеском или отечественном? Нет, на отечественном К сожалению, может быть на вражеском А вот на сайте 60% почти первое место Летал раньше А сейчас не по карману это стало Вот так вот Давайте пройдемся по результатам По цифрам, в том числе Победилова Они уже в СМИ появлялись, эти цифры Порядка 166 тысяч Переведенных пассажиров В 2017 год Что на 16% меньше Чем годом ранее Обусловлено это уходом Победы Но при этом по операционной деятельности По прибыли и выручке Аэропорт показал больше результат Путем того, что мы привлекли Других перевозчиков В 2016 году было порядка 200 Да, 200 тысяч То есть Как раз предыдущие власти Привлекли Победу Для того, чтобы Активизировать Пассажиропоток И раскрутить То есть людей Приучить летать И летать за дешево Поэтому, конечно, уход Победы На ваш взгляд удалось это? Мы с соседними регионными субъектами Разговаривали Примерно полумиллионников Примерно пассажиропоток Такой плюс-минус Цифры эти одинаковые То есть я как раз хотел спросить На сравнении таких городов То есть примерно Порядка 200 тысяч Да, да, да Потому что здесь Обусловлены еще Рядом у нас Международные аэропорты В Казани В Нижнем Новгороде В Перми Здесь тоже надо учитывать Что То есть Сейчас Кировский аэропорт Это очень большие капиталы Уложения Для того, чтобы сделать международным Это и таможенный терминал Организации Это и видеонаблюдение Периметрова Достаточно дорогостоящая Но вы знаете Мы тут в Кирове Уже много-много лет говорим О том А вот бы нам международный И главное Что потом Это вряд ли отобьется Потому что Несколько направлений Были бы там успешно Удачно Там Египет Турция Там вряд ли Это возможно Сейчас там Сеть стран Там сильно увеличит И Это проект Там Глубоко субсидируем Там областным правительством Было бы Поэтому здесь Вот надо Сильно задуматься А что было бы Если бы То есть Потому что В первую очередь Авиасообщение Развивается Для привлечения Инвестиций Для привлечения Бизнеса В регион Для Скорости Передвижения Мобильных Категорий Граждан То есть Эту задачу В принципе И предыдущее правительство Текущее Оно выполняет Но на ваш взгляд Если уж говорить Четко про международный терминал Это идея утопичная Для нашего города Все-таки Она Скажем так Социальная То есть Если мы говорим Про деньги Про заработать То пока Она была бы утопичной Потому что Там исчисляется Сотнями миллионов рублей Модернизация аэропорта Тем требованиям Росавиации Которые требуются Международным аэропортам И Тот пассажирпоток Ведь регулируем Цены Не областное правительство Или аэропорт Его регулируют перевозчики За счет низкого пассажиропотока Вряд ли Билеты будут из Казани У нас билеты Из Кирова То есть Будет выгоднее все равно Ехать в Казань Ехать 4 часа Или до Москвы И какие-то другие страны Но большинство все-таки В Москву пользуются Сейчас Как удобнее Почему Хочешь в Москву Хочешь в Казань Поэтому здесь Две вещи Которые взаимосвязаны Первое Это пассажиропоток Второе Цена И их вот Пассажиропоток Все время растет И к этому Направлена деятельность Аэропортовая служба И правительство Вот Но Регулирование тарифов На билеты Это не прерогатива Правительства Это перевозчики Которых мы привлекаем Проводим Переговоры Их в первую очередь Интересует снижение На аэропортовую Детнопосадочную операцию Вот Соответственно Вот здесь Возникают Интересы Двух субъектов Ходя из этих Поэтому Вот В этом направлении Ведется работа В этой студии Вы знаете Много-много раз И с огромным количеством Людей Мы поднимали Тему нашего Аэропорта И предыдущий состав ОЗС Мы были активные люди И они говорили о том Что не нужно выделять Из областного бюджета Деньги И вы вот В декабре Заявили о том Как поставили точку В этих разговорах Во многом Вы сказали Что никогда победил Его не быть Прибыльной Организацией Я не так сказал Я сказал что В текущую ситуацию Аэропорт в этом году Не вывезти На Самокупаемость Что И когда делал доклад На правительстве То Мы говорим о том Что нужно Плановую бычность Ее снижать Это возможно И потом Приведение в точку ноль И потом может быть Развитие И прибыль От этого И инвестор бы Уже нашелся бы Если бы это была бы Такая простая задача И можно было бы Сейчас быстрыми Элементарными решениями Сделать Мы встретились И с предыдущим Руководством Победилова И с перевозчиками И проговорили Серьезно Изучили вопрос И то есть Примерно Понимание Что Порядка 30-50 миллионов Это необходимое Субсидирование Годовое То есть минимальное Которое требуется Для того чтобы поддерживать В том состоянии в котором есть Это не говоря О воздушной безопасности Потому что Антитеррористических угроз Которые могут возникнуть Благо За прошедший год Не было ни одной Чрезвычайной ситуации И сработало хорошо И предприятие Устранили многие Замечания Ну я еще раз повторю Что первое В авиае Сообщение важно Безопасность граждан А уже потом Коммерческая Какая-то выгода И какие-то Там развития Скажем так Здесь в первую очередь Нужно думать О безопасности граждан Микал Николаевич Еще вот как бы До этого Где-то года 3 Может быть 4 назад Очень так активно Разговоры шли Шли даже переговоры Насколько я знаю С Коми Авиатранспорт О создании Как бы такой Некой совместной Компании Совместного Некого предприятия Сейчас это не продолжается Ну с Коми Авиатранспорт Честно говоря Не знал Вот знаю Что мы прорабатывали Вопрос о создании Своего авиаотряда Примерно по подсчетам Это вот Чтобы набрать людей Обучить Это порядка 20 миллионов рублей Создание Своего авиаотряда Может позволить Развивать свою Там малую авиацию Там Или даже Санавиация Которая вот сейчас У нас есть Подождите Ну какую-то Связь с районами Может быть с районными Центрами Свой авиаотряд Поясните Это не только люди Это еще и Техника Машины Самолеты Это ответственность То есть это прохождение Определенное обучение В РАС авиации То есть она Регулируется Регламентируется То есть там очень много требований Но мы Если мы говорим про деньги То это примерно Такую стоимость Оценится дальше Надо этот летный авиаотряд Чем-то загружать Платить 20 миллионов Это за год Это чтобы Все запустить Как проект Чтобы у нас создался В виде зарплаты Первоначальное Положение Потом Потом это Это зарплата Это заключение Никаких контрактов Возможно покупка Каких-то собственных Средств Там да Вот Или хотя бы Привлечение Арендованных Лизинговых Лизинговых да Но это позволяет Обслуживать Например да Дополнительные Прибыли Извлекать Из содержания Обслуживания Приемки То есть сейчас Даже этого Мы не можем себе позволить Потому что были функции Эти утрачены Михаил Поршнев Министр транспорта Кировской области Подошло время Небольшой паузы Мы скоро продолжим Поговорим Поговорим Сейчас обо всем Спросим Спросим Кстати 211 101 Номер нашего телефона Вы Михаил Николаевич Поршнев Министр транспорта Кировской области Тоже можете задать вопрос Но Только вот пожалуйста В рамках держитесь Мы сейчас про воздух Говорим Про воздушное сообщение Вопрос-то сейчас Кстати С Руководителем Победилова решен А да Коновалов Павел Игорьевич Исполняет обязанности А И О Все-таки еще Ну Он как руководитель сейчас Есть временный срок В любом случае руководит Да Да Напомните пожалуйста Насколько живое сейчас небо Над нашим городом Куда мы сейчас летаем Кроме Москвы Наринамар Уфа Пермь Нижний Москва Санкт-Петербург Симферополь Сочи Ну Могу То что было То что было Ничего не Сейчас сказали Сейчас сказали Казань Когда ориентировочно Может быть Здесь зависит вопрос Сейчас от Минтранса Татарстана Потому что Оренбург Перевозчик подтвердил Мы В Минфине Свой бюджет Субсидии предусмотрели Теперь Нужна субсидия От Татарстана Если они Свою субсидию Не предоставят То Перевозчику Это станет невыгодно Так ему компенсируют За счет субсидий То есть оба региона Должны предоставить Оба региона Должны предоставить То есть у нас Потребность посчитана Она есть Сколько Можно Маза посчитать? Ну я сейчас Про цифру не готов сказать Но этот самолет Будет заполняться полностью То есть по 17 местный самолет То есть Три раза в неделю Три раза в неделю Три раза в неделю То есть вот мы примерно Считали Вот Такой трафик Что еще из планов Именно как раз На 2018 А 2018 год Подается за год В Росавиацию Поэтому здесь Даже если мы проработаем Казань То есть мы их запустим С 19-го А с 19-го Да То есть это Такой Длительный процесс Получается То есть заявка Она в конце года Отправляется Согласоваться на год Пока 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 Казань еще Да Тут последнее время Говорилось о том Чтобы развивать еще И внутреннюю авиацию Вот как раз мы тут Промезутки успел Я так сказать Роковое слово Городские поляны Да С развитием области Моногородов Да Территория Территория Возникла потребность Посчитать Посмотреть Сколько это получится При покупке Вот смотрят ФЛ-410 Класса То есть примерно Мы считали Что Это сколько мест Примерно 17 17 да Это малая авиация Малая авиация Да То есть грубо говоря Примерно Если стоимость билета Составит 2000 рублей То Экономически Расчетный стоимость Где-то 10 тысяч рублей То есть вот эти 8 тысяч рублей Надо субсидировать И если все Насмотреть там Все направления Моногородов То это В годовом эквиваленте Это там Цифра около 80 миллионов рублей На субсидирование Именно вот Дотация выплата Либо поднимать Цены на билеты За которые в принципе Будет не совсем Обоснованно летать Это откуда-куда Вятские поляны Киров Киров Вятские поляны Например 2 тысячи рублей Где-то года Три назад Пытались же Помнишь Сделать сообщение С Кирсом Тоже сделали Пробный полет Журналисты Пролетели Все потом Посчитали Как говорят Просчитали Проследились Поняли Что пока Не готов Бюджет Если мы будем считать Вертолетами Еще дороже Произойдет Мы вертолетами Посчитали То есть Это еще дороже Произойдет Эффект По времени Будет вообще Не А вот скажем Наших северных соседей Опять же Если уж мы про коми Заговорили У них же Республика Довольно-таки Большая Тоже И у них Со всеми районными Центрами Обе сообщения Как они Из этой ситуации Выходят 100% Субсидируются Субсидируются То есть У них позволяют Со всеми коллегами Проговаривали Это такая социальная Нагрузка Она субсидируется Просто Как мы говорим Минимизируются Вот эти плановые Убудочности Путем Регулярности Правильности Рейсов Пассажиропотоком То есть Мы понимаем Что если мы Развиваем И мы готовы В это вкладываться То мы должны Сейчас взлетно-посадочные полосы Привезти В соответствии Росавиации Должны В лизинг купить Или купить Как-то себе Авиацию Мы должны Провести обучение Должны набрать Лютный отряд То есть Такой проект Длительный Просчитанный Но затратный Затратный Серьезно 80 миллионов рублей Субсидий Это только На Киров-Вердские поляны Нет Это вот Все возьмем Да Будем Спереди Два раза На неделю летать Примерно Мы рассчитали Расчет этот Есть Но он Чисто математика А в каком состоянии Сейчас в районных центрах Находятся Эти взлетно-посадочные площадки Все поросло Не знаю Где-то Они есть В разрушенном состоянии Где-то Их нет совсем То есть Примерно Мы считали Около 250 миллионов Нужно на восстановление Вот чтобы пройти Требования Росавиации Но это Не во всех В районных центрах Требуется такая Не во всех Ну мы просто Скажем так Развивающаяся И довольно отдаленная речь Вот о них идет Просто даже Если мы берем там Где например Раскетные поляны Кирс может быть Все равно Надо восстанавливать Надо диспетчерку Службы делать Там Огни Излетно-посадочные То есть там Ряд перечня Необходимых Действий Которые требуют Финансовых вложений Ну Николай Как-нибудь пользовались? Пользовались чем? Услугами Внутри области Нет Внутри области Не пользовался Но опять же Я просто помню прекрасно Что у меня Вот мой папа Да Он очень активно летал В командировке Он летал на самом деле То есть И не только В такие уж совсем далекие Райончики Да Нормально Я вот не застал Но мои родители говорят Что летали Да Летал Да Потому что На А2 На А2 И стоило Это Дороги Никто же не говорил Сколько на себя Брало государство Или область На себя нагрузка Экономика Другая Была экономика Поэтому мы этого и не знали Простой человек Никто не считал В этом году Сколько Победилова Потребуется? Ну Я назвал Детю цифру Около 50 миллионов рублей Если по бизнес-плану Вот Будет увеличен Пассажир и поток Если нам Дополнительные Там Рейсы Дадут Перевозчики Потому что даже Мы просим Увеличить частоту рейсов Летом На направлениях На южных Это все Чисто прерогатива Перевозчика Они считают Свою рентабельность Свою выгодность И это не только Зависит от нас То есть то что мы хотим Чистоту рейсов увеличить Это в первую очередь Зависит от них Они просчитывают Такой замкнутый круг Получается То есть они считают Пассажиропоток Если пассажиропоток Низкий Они не соглашаются Опять же У нас получается Что если нет рейсов Пассажиропоток снижается И так далее То есть надо как-то Комплексно К этому подходить Совершенно верно Вы на сколько часто Летаете сами? Ну где-то Один-два раза в месяц Один-два раза в месяц Все устраивает? Уровень? Услуг? Сам аэропорт? Ну Понятно Вы приехали к нам Из столицы Понятно Что можно Да Искать Какие-то Изъяны И плохие моменты Но мы понимаем Что если бы Было бы такое же Финансирование У Кировского аэропорта Которого московского То есть возможно У одного из московских У одного из московских Возможно бы И Преарапортовая зона Была бы Более там Приглядная Большая часть нареканий Как раз Вот по этому поводу Мы помним Губернатор Васильев говорил О том Что машину-то толком Негде поставить И что-то не почищено Но это было давно Ну я думаю он уже привык потихоньку Ну Кроме вот Незначительных задержек И то это в основном В московском аэропорту А не в Кировском То есть Вот таких больших проблем У граждан Там не возникало Потому что Даже летая из московского аэропорта Я подал Когда рейсы И откладывались И переносились Через туроператоров И эти деньги не возвращались То есть Эти проблемы Они есть во всем мире Эти проблемы То есть Хочу отметить Что действительно Не было Чрезвычайных ситуаций В Победилово За 17-й год Не задержек Вот по вине именно Служба В Победилово В основном Это были задержки По вине Москвы Ну Так как Самолет летит туда и обратно То автоматически Люди подали задержку сюда Информированность Ну была на достаточном уровне То есть Граждан Вот А какие-то вот Услуги Ну Наверное Можно Какие-то претензии высказать Но опять же скажу За счет того Что финансирование Достаточно ограничено То Не возникает желания Кинуть камень В огород От сотрудников Аэропорта А по пассажиропотоку В этом году Какая планка ставится Ну я сейчас Доскально не помню Но там увеличение Порядка на 10% На 10% Ну если было Не удовольствоваться Этой вот Цифрой 200 тысяч В принципе Нет смысла уж Ее Сильно будировать Ну мы не будем Такими горячими Оптимистами Которые там Нарежут сейчас себе Какие-то цифры А потом Ну не выполнят И будет какая-то Недоговоренность Какая-то Мы как-то реально Смотрим на ситуацию Да То есть Понимаем Что в первую очередь Это привлекательность Кировской области Это привлекательность Для бизнеса Это возможность Действительно Сюда Плетать на переговоры Вот Оперативно принимать Глав Других регионов Или правительства То есть Ну Это все-таки В первую очередь Лицо Кировской области Мне вспомнилось В прошлом году Ведь Наш город Посетили первые лица Государства Да И Путин Был и Медведев Там И Вероника Скворцова Они тоже входят В этот пассажиропоток Они там учтены Да Конечно 166 тысяч человек Ну просто вспомнилось Мне Да Сейчас у нас будет Небольшая пауза Михаил Поршнев Министр транспорта Кировской области Я думаю На землю Вернемся с небесной землей Про планы поговорим На этот год Продолжаем нашу беседу Михаил Поршнев Министр транспорта Нашего региона У нас сегодня в студии 211-101 Номер нашего телефона Вы можете поучаствовать Есть опрос на сайте И на нашей странице Вконтакте Самолетами из нашего города В другие города Вы летаете Летаю часто Летаю редко Летал раньше Сейчас не по карману Ну или не летал Ни разу Да Вот Там что-то изменилось Нет Ничего не изменилось Также 63% на странице Вконтакте Не летали ни разу Отвечаю это На сайте Кирова лидирует Вариант ответа Раньше летал Сейчас не по карману Древый стал карман Давайте говорим По планам Про автомобильные дороги Ну всем известно Что реализация программы Безопасные и качественные дороги В этом году продолжится Да Совершенно верно Из федерального бюджета Будет профинансировано 700 миллионов Из областного Тоже 700 миллионов 7 миллиард 400 Примерно протяжён 135 километров Это на всю область Включая город Это агломерация Киров, Киров, Чепец, Клободской То есть вот это Как и в прошлом году Как и в прошлом году То есть это именно Кировская агломерация То есть БКД Это безопасно-качественные дороги По агломерациям Участвуют 38 субъектов Рассматривается Активный трафик Людей, которые из пригорода Ездят на работу В столицу И обратно То есть это Киров, Чепец, Клободская Которые на работу Едут в Киров Вечером едут обратно Поэтому Уличную дорожную сеть В первую очередь Приводит нормативное состояние И устранит очаги аварийности Два показателя Которые До 2025 года Имеют свои Целевые показатели Вот Эта программа Будет продолжена До 2025 года А вот конкретно Наступивший-то уже год Если мы говорили В 2017 году Что С вами же По-моему здесь же В студии говорили Что главное было Нам во-первых Освоить деньги Освоить их качественно И выполнить определенный план По погонным метрам Скажем так По километражу Вот И как бы Вопросы немножко Скажем так Вот Более глубокого ремонта Они были оставлены в сторону То есть капитальный ремонт Или прочее В этом году так же будет В этом году так же Потому что Есть показатели 50% А в 2019 году Уже будут предусмотрены Более капиталованные мероприятия Будут проектно-сметные документации И в этом году Мы разрабатываем КСОТ Кообщественная система Организации транспорта Заложена уже Вот в программу Это КСОТ Стоит порядка 30 миллионов рублей Где будет Специализирована Организация Проведена более глубокое Обследование Дорожно-уличной сети Транспортного движения Развязок Съездов Парковок То есть И уже на основании Этой программы Мы будем двигаться Уже вот до То есть вы говорите Это стоит Это стоит Разработка Разработка Потом будет уже Реализовываться Будут себя включать Капиталоемкие мероприятия Это областные деньги Деньги областного бюджета Да То есть это деньги То есть мы сейчас программу Отверждаем годовую программу То есть мы сейчас Уже программу БКД Подписали с федералами Вот Сейчас подписываем Программу годовую Вот Она проходит Лингвистов Проходит прокуратуру И мы в марте Уже ФДА подписываем И в апреле Уже расторговываемся В апреле Я знаю Читал На уровне федерации Все-таки ходили Там серьезные разговоры О том Чтобы как можно больше То есть как можно раньше Быстрее все это произошло Розыгрыш и так далее То есть в этом году Есть основания полагать Что это раньше произойдет Да Там все треперные точки Они зафиксированы То есть мы должны были Подписать программу До 25 января Сейчас ее принесли На март То есть Потому что в первую очередь Сейчас На федеральном уровне Они Не справляются То есть там есть Поправки Там к Минфину Там к Минтрансу Мы с этой стороны Уже всю программу подписали В Москву уже съездили В первой трации Уже утвердили Как реализовывалась программа В ушедшем В 2017 году Вы следили? Конечно Смотрели Ездили Киров русская Смотрели Ездили Принимали участие В группах Выезжал губернатор Выезжал Минтранс Заказчики Общественные деятели СМИ Мало того То есть мы по пяти критериям Как раз По вниманию Общественников Мы как раз Первое место заняли Среди 38 субъектов Поэтому Считаем Что Для первого года То есть За такое Сжатое Премьерное время Подписать программу Отторговаться Выполнить В принципе Я считаю Что мы Достаточно оперативно Поработали Вы Много лет Работали в столице Соответственно Что для вас В дорожной инфраструктуре В этой дорожной теме Каким-то Дичайшим Каким-то показалось У нас здесь В области Я имею ввиду Какая-то основная проблема Которую Если ее устранить То все будет хорошо Так не бывает Наверное Так не бывает Поэтому Разрабатываться Кообщественные системы Решений не бывает Ну что в глаза бросается Да Очень много поворотов налево То есть В Москве уже давно Вот это Разработана интеллектуальная система Налево В смысле Когда ты пропускаешь Встречный поток Да Уже светофор Уже светофор погас А тот Кто стоит налево Начинает движение То есть Эти вот хвосты Которые тянутся В основном Это улицы В две полосы Да Одна полоса занята Под поворот налево Другая полоса Прямо Соответственно Сейчас пик При большом количестве Перекрестков Светофоров Поворотов налево Эти пробки Ну сами себя Плодятся При плохих погодных условиях То есть При возникновении ДТП на перекрестке Это Тоже Ну как сказать Не помогает Отсутствие Там Карманов Заездных Для автобусов В принципе Дороги были Рассчитаны Под Нагрузку На 6 тонн То есть Они Дорожная одежда И покрытие Оно Где-то уже доходят Слои Верхнего слоя До метра Сверху кладут И кладут И кладут Соответственно Ливневые канализации Они не ремонтировались Я помню С 30-го года Как их сделали Не знаю В СССР лет 20-30 Ремонтировались Где-то их уже просто нету Где-то просто нету Насколько я знаю Некоторые микрорайоны Даже строились уже без нее При активном выпадении осадков А зимой При схождении снега При таянии То есть Возникают же Моменты Когда При проседании одежды Верхнее полотно Тоже разрушается И Это здесь Тем более у нас Когда постоянно То мороз То оттепель То мороз То оттепель Это вот идет разрушение Асфальта из-за этого Отсутствие кругового движения То есть В виде развязки Да Ну действительно Уличная сеть Она Как сказать Город растет Развивается Транспорт увеличивается А улицы Как они были Ну то есть Пропускной способности 30-50 лет назад Так и остались Поэтому Ну И в Москве Были дороги Некачественные Не было тротуаров Бордюров С тротуаров Земля смывалась На дорогу Не было Ливневых Также канализаций Все это ремонтировалось Просто финансирование Объем финансирования Другой Ну здесь важно Когда это финансирование Зайдет То есть Чтобы именно Комплексно подходить И строить этапно И правильно сразу А не возвращаться Там все время К ямочному ремонту К ремонту Вот этот вот Ксот который вы Разрабатываете Он как раз Для этого Как раз Для этого И делается Чтобы как бы Вот и карманы И выезды Он считает Интенсивность Проходимость То есть Часпик То есть там В электронном везде Регулируются Промежутки Между светофорами То есть Выбирается На пути Наилучшего объезда То есть Ну Грубо говоря Подводит комплексно Именно Подойти А не Каким-то Ручным Методом Механизмом Расчета Вот Пропускной способности Оптимизации маршрутов Вы знаете Вот по моим Личным ощущениям И как пешехода И как автомобилиста Если ничего не делать Если ничего не менять То буквально Пара-тройка лет И город просто Будет стоять В одной большой Автомобильной пробке Ну есть Есть у вас Такие ощущения Конечно есть То есть Создание Объездных Дорог Которые Помогут Отвести Грузовой транспорт Который не нужен Через уличную сеть И ехать Да Создание Каких-то Путепроводов Как вот сейчас Чистые продажи Которые соединяют Жилые районы Потому что понятно Что в центре Земля дороже стоит И спальники Все во всех Мегаполисах На окраинах Развиваются Что в любом случае Если не смотреть Вперед На эту проблему То и город Начнет будет расти И уличная сеть Она не справится Здесь и Парковочные места И пассажирский автотранспорт Там не знаю Выделенная полоса Для транспорта Здесь все Все Оно Взаимосвязано Кстати Выделенки Насколько На ваш взгляд Реально В Москве Тоже Как сказать Думали Что это нереально Но если для автовладельцев Это немножко усугубила ситуация То для Граждан Которые едут в центр На работу Пассажирский транспорт Стал доступный И быстрый И соответственно Очень много москвичей Работают в центре И уже многие пересели На общественный транспорт Но он там комфортный То есть В общественном транспорте Едешь комфортно То есть москвичи Тоже скептически относились Но там тоже Коллапс транспорта Он уже пошел К такому уровню Что нужны были В том числе Введение Переплатных парковок Если завтра Например Ввести Западный обход По концессии Сделать его платным Если ввести Платные парковки Да Город будет более комфортно Но у населения У которого доходы Не сравнить с московскими Могут возник Вопросы По платным парковкам По западным обходам То есть Здесь Все равно Нужен компромисс Выход из ситуации И проработка На глубоком уровне У нас получается Так Что из-за Из-за того Что возможно Вот это недовольство Проблема вообще Перестает решаться Потому что Вместо поиска Компромисса Говорят Ладно Значит мы не готовы К этому Можно какое-то решение Найти Нужно И нужно не бояться Брать на себя Ответственность Нужно что-то предлагать И брать И решать Потому что Пускай люди Если ты знаешь Что ты правильно делаешь То лучше сделать На себя Сначала взять Некие недовольства Но потом Объясняя людям Показывая Своим примером Личным примером Других мегаполисов Можно объяснить Что это для граждан Будет комфортно Как программа Комфортная городская среда Как строительство Велодорожек То есть Чтобы было Комфортно И пешеходу И Пассажиру И Автомобилистам Там все-таки Министерство Оно же больше занимается Ну скажем так Не муниципальными дорогами Внутри города Внутри областного центра Что у нас в области сейчас Какие там Региональные Ну вот По региональной сети Тоже вот Наблюдаются Такие моменты Что дороги Строились всегда Через населенный пункт А зачастую Даже как дорога Проходя в поле Вокруг нее Начинали обстраиваться Населения Ну это так В принципе Всегда было Был тракт Потом возникали Там эти мастерские Чтобы лошадей И соответственно Мы двигаемся По региональной дороге Заезжаем Населенный пункт В этом населенном пункте Зона ответственности Муниципального администрации Там за ремонт У нас на содержание Заложено денег Побольше У них поменьше Соответственно Заезжаем Проезжаем по Колдобинам Дальше выезжаем На региональную сеть И продолжаем движение Вот есть Поручение Игоря Владимировича Что в связи с тем Что мы часть дорог Региональной собственности Передаем в федеральную То есть вот В прошлом году Передали как раз Перми Кострома Кострома И сейчас идет Проработка Дорогу через Кельмесь Которая идет В Дмуртию Потому что Они тоже там построили Переход Концессионный И собрали 5 регионов Продумать Чтобы увеличить трафик Вот наш трафик Думали Либо через Фаленки Выход Либо через Кельмесь Либо через Вязкие поляны То есть вот сейчас Проработать вопрос Через Кельмесь Передачи федеральной собственности В связи с этим То есть Какие средства Освобождаются Протяженность региональной сети Уменьшается Соответственно Часть дорог Вот этих Муниципальных Которые проходят То есть областные трассы Которые проходят Через муниципальные Здесь двоякая ситуация Либо взять Уличную сеть Либо Например Просмотреть возможность Строительства объезда Например Чтобы пустить Транзитные машины По объезду А уличную сеть Оставить Просто По ней меньше Будет ездить Разрушать Потому что Если запустить Через уличную сеть Все большегрузы Но они сейчас так и идут Потому что нет объездов Вот Ну вот Ситуация Парабаса Например Фаленки Мы в прошлом году Передали В региональную собственность Уличную сеть Я там сколько помню В Уржуме Это уже очень давно Вопрос стоит В Уржуме Просто здесь Как ящик Пандоры То есть Если мы сейчас У кого-то одного Примем То обратятся все Здесь нужно тоже Комплексно подходить То есть мы эту задачу Выполняем Мы сейчас ее рассчитываем То есть в этом направлении Тоже будем двигаться Потому что действительно Когда дорога Мет региональное значение И она прерывается В населенном пункте И у них просто банально Не хватает денег Из их регионального Из их местного бюджета А с другой стороны Бьют дорогу Именно те кто едет По областной трассе В основном Те же самые большие В Уржуме Мне кстати вспомнилось Там же строилась Объездная дорога Но она заброшена Там ее считали Там просто за счет Холмистой местности Построить дорогу Очень дорогостоящий Проект стал То есть И поэтому Потому что единственный Маршрут для объездной По холмистой местности Других вариантов Не могли найти Ну Не нашли на тот момент Сейчас Сейчас мы Это совместно С главой администрации Вопрос поднимаем Рассматриваем Вопрос актуален Какие еще на ваш взгляд Выдвижения Именно в областном центре Должны Изменения произойти Вот вы говорите Левые повороты Да Карманов нет Что еще Чтобы более комфортным Стало передвижение Ну в первую очередь Должно быть безопасным Надо вот Разделение Бордер Ну Бордерного камня Ставить Потому что Чем дороги будут Лучше покрытия Тем будут скорости выше Чем будет меньше Светофоров Возникает сразу Желание там Разогнаться Будут люди Больше биться Поэтому Вот для чего В первую очередь Надо разделять Два потока Чтобы не было Выезд на встречную Вот То есть Нужны Пускай Светофоров будет меньше И поворотов На меньше То есть Будет проезжать Больше Тавто-транспортное средство Но вероятность Лобового столкновения Уменьшается В первую очередь Я за безопасность То есть Это как улица производственная Где есть разделительная Отбойники 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 Либо металлические Либо бетонные То есть В Москве Очень много было В свое время Трасс Вот без Разделительной Полосы И Количество смертей Авария была Ну зашкаливающая И В первую очередь Вот Повороты налево Убирали Именно Для того Чтобы Два потока Когда движется 90 плюс 90 180 складывается И Ну Аварии страшные Присходили Вот здесь Как только Дороги будут Улучшаться Надо в первую очередь Думать о безопасности Движения А выделенные Эти полосы Все-таки Возможно У нас В городе На ваш взгляд Ну Не повсеместно А где-то Для общественного транспорта Да Это практика Показывает Я через Кострому езжу У них выделенная полоса Есть Общественный транспорт Да Здесь Ну В первую очередь Там где у нас Центральные улицы Где позволяют Здесь есть три полосы Я считаю Третью полосу Однозначно Можно оставлять Под выделенный транспорт Спасибо большое Михаил Поршнев Министр транспорта Кировской области На этом закончен Мужской понедельник Николай Голиков Владимир Светанин Всем всего хорошего До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok